Вызвала пожарных, а пока они тут развернулись, пока сделали, доступа нету, все загорелось, потому что там как порох все вспыхнуло, как порох. Сгорело в течение 10 минут буквально. В субботу вечером на юго-западе Екатеринбурга в кол саду Заря недалеко от чемоданчика, мелкого озерца в районе объездной дороги. Загорелись два садовых домика на соседних участках. Час спустя бешеное пламя пожирало уже третий дом и бушевало на площади в 500 квадратов. «Думаю, сгорит все. Подъезд к поселению очень неудобный, воды в саду нет», – утверждал очевидец Денис Виглин, который постройки в Заре вообще не считает садами. «Натуральные екатеринбургские фавелы», – заявил парень. Народ понастроил себе здесь коттеджи. Местные говорят то же самое, уточняя, что в своих домах люди живут не по дачному круглый год и давно уже лет 20. Впрочем, к этому обстоятельству мы еще вернемся, как и к трагедии четырехлетней давности. В этом садовом товариществе тогда августовский пикник с банькой для молодежи закончился трагично. На этот раз в субботу обошлось без жертв. Младское пламя испепелило все, что было на трех соседних участках. Одного хозяина, точнее хозяйки, которой, к слову, у соседей-бачников и у руководства СНТ поднакопилось немало претензий из-за захламленности участков. Пока пожарные гасили пламя, Татьяна Зубарева, председатель СНТ, которая первая из своего окошка заметила пламя и вызвала пожарных, высказала ночным репортерам все, что на душе накипело. А накипело, судя по всему, немало. В частности, по словам Татьяны Семеновны, на погорелых участках скопилось немало горючего мусора. И не просто так, а корысти ради. Три участка у нее. На этом участке был построен новый из бруса дом двухэтажный, но участок был страшно захламлен. Ей неоднократно, как собственнику, и от поджарнадзора, и от меня лично были даны предписания устранить мусорный завал на своем участке. Загорелось на задах, около бани. Дым шел оттуда. Очень быстро распространилось из-за того, что участок был захламлен горючими материалами. Горючими. Вот просто там был пластик, были там всякие доски, которые он собирал с помойки. На участке он ничего не производил, он это все сдавал или реализовал за деньги. Он этим занимался профессионально, наверное, можно так сказать. Соседи все плакали. Каждый раз его убеждали. Олег, убирай, убирай. Олег на всех, что называется, плевал. Относился к замечаниям наплевательски. И поэтому вот результат. Соседи пострадали. Пожарным в это время было не до застарелых садоводческих разборок. Они пытались спасти хоть что-то на участках с яблоками раздора. До вершения всех бед воду приходилось подвозить издалека автоцистернами. По прибытию первого подразделения к месту вызова было установлено, что открытым пламенем происходит горение трех садовых домов и надворных построек на общей площади 500 квадратных метров. Создавалась угроза распространения на рядом стоящие здания. В связи с этим было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств по рангу пожара 1 бис. Всего на ликвидацию пожара было задействовано 6 единиц пожарно-списательной техники гарнизона и 25 человек личного состава. Для ликвидации пожара использовалось 5 водяных стволов, осуществлялся подвоз воды от пожарного гидранта на расстоянии 1 километр 200 метров. На данный момент пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Один из дачников Зари, вероятно, ближайший сосед Погорельцев, помогал огнеборцам. Забравшись на садовую стамейку забора, мужчина через крышу сарая брызгал бацкое пламя в свою струю из керхера. Помощь так себе, но, вероятно, это лучше, чем просто смотреть на жуткое пламя. В августе 2018 года в этом самом садовом товариществе с подмоченной кармой беда случилась. Компания молодых людей на сутки сняла двухэтажный коттедж. Молодежь во дворе пожарила шашлыки, запивая их чем-то горячительным. А потом, чтобы градус не понижать, собралась попариться в банке. Очевидцы утверждали, что молодые арендаторы в полночь полуголые выбежали из коттеджа, но на втором этаже подзадержались парень с девушкой. Мимо проезжал автомобиль. Парни заметили огонь и дым, вызвали пожарных, а сами забежали в горящий дом. И на руках вынесли оттуда девушку, которая была без сознания. Скорую ожидать не стали. На своей машине увезли несчастную в сороковую больницу. Барышня выжила. А вот парень погиб в огне. Его тело из горящего коттеджа вынесли пожарные. В гараже тогда еще сгорела иномарка. Хозяйская или приезжие молодежи по горячим следам тогда никто выяснять не стал. В эту субботу, к счастью, дачникам повезло больше. Может, потому что 105-й пожарный отряд в пяти минутах езды от колсада. И сегодня очень быстро, в течение пяти минут прибыли. Сначала две машины, потом еще четыре машины. Приехал сам начальник части. Они нам всегда помогают в данном ситуации. У нас давно не было возгораний.